Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Следственном комитете прокомментировали факт самоубийства матери двоих детей, которая, уйдя из жизни, оставила предсмертную записку. Дело находится в производстве Гомельского городского отдела Следственного комитета под личным контролем начальника подразделения. Напомним, несколько дней назад 43-летняя жительница Гомеля повесилась в собственной квартире. У нее остался муж и двое несовершеннолетних детей. Семья считалась благополучной и на учете не состояла. В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий по данному материалу проверки можно констатировать, что причиной суицида женщины явились не социальные проблемы, что подтверждается образ жизни семьи, отсутствие данной семьи на учетах, а также содержанием предсмертной запиской оставленной женщины. Алкоголь, дорога, дерево. Именно по такой схеме в ДТП попал водитель автомобиля Peugeot, который накануне в Гомельском районе не справился с управлением на трассе М5. Это произошло около деревни Телеши. Мужчина съехал в левый по ходу движения кювет и столкнулся с деревом. В результате иномарка получила сильное повреждение. В аварии пострадал 36-летний пассажир, который, как и водитель, также находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был доставлен в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы. Один из водителей не предоставили права на беспрепятственный проезд автомобилю скорой помощи во время акции «Уступи дорогу спецтранспорту», которую накануне провели сотрудники областного ГАИ. В составе патрульного автомобиля машина медиков несколько часов курсировала по улицам Гомеля. Нарушителям инспекторы выписали штрафы. С помощью акции «Стражи дорог» задались целью привлечь внимание автомобилистов к проблеме беспрепятственного проезда спецтранспорта. Старинные английские часы 18 века пытался перевезти через границу житель Украины. Сотрудники Гомельской таможни внимательно досмотрели багаж пассажира автобуса сообщением «Киев-Речица». В личных вещах мужчины они обнаружили незадекларированный раритет. Корпус настольных часов украшен литыми вставками и фигурками из металла. На циферблате оригинальный текст. На черном рынке стартовая цена экземпляра может составлять несколько тысяч долларов. Антикварная вещь была отправлена на экспертизу. Эксперт подтвердил, что часы изготовлены во второй половине 18 века и относятся к категории культурных ценностей. По предварительной оценке стоимость такого изделия составляет около 6 тысяч белорусских рублей и, соответственно, подлежит письменному декларированию. Материалы дела переданы в суд Центрального района для принятия решения о привлечении к административной ответственности и о обращении в собственность государства предмета административного правонарушения. Таков обзор происшествий. К этому часу оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания.